Воскресное утро выдалось особенно насыщенным для представителей клуба «Бильярдные волки». В комплексе «Стар» собралось больше трех десятков любителей этой интеллектуально-спортивной игры. Участников не только и не столько привел Азарт проверить свои силы, сколько желание помочь ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Я сама воспитываю сына тоже, да, я понимаю, что значит болезнь детей, тем более серьезная болезнь для ребенка, и, ну, скажем так, что сумма не такая уж и вознословная, да, если общими силами объединиться, я считаю, что, ну, реально и вполне возможно это все сделать общими усилиями. Несколько лет назад движение «Бильярдные волки» начиналось с небольшой компанией друзей, которые хотели поделиться своим увлечением пулом с теми, кому по душе проводить свободное время с пользой. Да, участники сообщества – это в своем большинстве любители, однако каждый из них в первую очередь человек, и оставаться в стороне от чужого горя было бы неправильно. Я решил собрать в нашем клубе и любителей, и новичков, и полупрофессионалов для проведения такого благотворительного турнира. Все деньги пойдут на помощь ребенку на операцию. На турнир Мария Гонтарь приехала всего лишь на несколько минут. Сейчас маленький Максим нуждается в ее поддержке, как никогда. Состояние мальчика меняется практически ежечасно, а ей, как и любой маме, хотелось бы видеть своего сына счастливым и улыбающимся. Дети с трахеостомой почти не говорят, но у него немножко, потому что воздух не проходит через трубочку, не проходит через голосовые щели. А у нас вот где-то после 7-8 месяцев воздух потихонечку начал проходить, то есть появился просвет в картане, хотя и стоит трубочка, и он начал кое-какие звуки. Ну как бы так говорить, э-э-э-э, такой вот, ну это вот папа, он не говорит, он говорит, ап, ам, вот так вот, ама, апа, вот так вот, начал потихонечку уже звуки сдавать. Он, чтобы здоровый был, чтобы дышал, чтобы гулять можно было. Все собранные средства организаторы благотворительного турнира передали семье Гонтарь вместе с символичной банкой желаний, в надежде, что одно из них, спасение маленького Максима, сбудется уже в ближайшее время.